Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Фролова Светлана Анатольевна. Я кандидат медицинских наук со стажем в клинике на ГАСТОМ более 23 лет. Я доктор-терапевт-стоматолог и детский врач-стоматолог. Очень часто у пациентов на приеме возникает вопрос, а можно ли лечить кариес без сверления, помазать, чем-нибудь закрыть, но только не сверлить. Уважаемые пациенты, без сверления кариес лечить невозможно, так как полость является инфицированной. И просто прикрыть полость пломбировочным материалом, это означает оставить микроорганизмы под пломбы и дать им возможность углубляться и испортить зуб. Мы можем лечить кариес в стадии пятна без сверления. На приеме у гигиениста можно очистить зуб от налета и покрыть аппликациями, препаратами, гелями, лаками, растворами и таким образом снизить чувствительность зуба от химических раздражителей, от кислого, от горячего, а также незначительно изменить зуб в цвете. Особенно хорошо подается такой терапии зубы у подростков и у детей. Возможно даже полное обратное развитие кариеса и зубы полностью будет своего цвета. Но у взрослых можно только снизить чувствительность. Если пациенты беспокоят белое пятно на переднем зубе или часто возникающее в пришеечной области, можно провести малоинвазивную терапию. Бором сошлифовывается часть кариозного пятна, протравливается зуб, проводится бондинговая система и реставрация композитного материала. Нужно понимать, что нельзя лечить кариес на контактных поверхностях таким способом. Это труднодоступные области и ни протравочный материал, ни бонд, ни композит не достигнут этого пятна и кариес будет продолжать развиваться. Поэтому на контактных поверхностях нужна хорошая инвазина и лечение кариеса инвазивным способом, а на центральных зубах можно провести и неинвазивный способ. Дорогие друзья, приглашаем вас в клинику Мегастом. В нашей клинике есть все самое современное оборудование и специалисты для восстановления красоты и улыбки комфортно и без боли.